здравствуйте дорогие друзья как бы мы ни крутили а это недельная глава полна не только благословений но и очень и очень жестких проклятий очень жестких предупреждений ну вот смотрите тот кто создал мир кто-то знает нас тут все он говорит вот сюда пойдешь здесь плохо сюда пойдешь хорошо мы что делаем идем все равно и после этого спрашиваем почему война почему так страшно почему-то но ведь сказано на нашей недельной главе пожалуйста хотите мира хотите добра выбирайте никто же не мешает написано я пошлю мир вашей земле и вы будете спать и никто вас не потревожит и удалю хищников и зверей и меч не пройдет то есть это самое замечательное богословение которое обещает все вышли если мы пойдем по законам торы мы же выбираем другую дорогу спрашиваем в чем дело где бог его простой смысл того что говорится что если мы будем соблюдать тору и пошли мир вашей земле не будет войн терактов других нападений ничего я буду отвечать за все сказал бог устраивает мы говорим да идем другую сторону однако наши мудрецы еще объясняли одну вещь что это говорится не только о мире это говорится о каждом человеке каждой семье когда будет мир на земле когда в каждой семье между соседями и между людьми не в войну искать не не вражду искать не раздувать огонь не наливать туда керосина не говорить что эти хорошие и плохие понимать что мир основное и надо искать мира и все это то ищет мира это нормальный человек тот ищет войны какими бы замечательными он не прикрывался лозунгами здесь совсем другое когда есть ссоры люди произносят проклятие написано в кабале не видят кого-то оскорбляют так и так далее это пробуждает тяжелое обвинение в небе кажется ничего так написано в результате наша жизнь наполняется катастрофами страхами и так далее поэтому написал комментарий в нашем недельной главе что когда если мы выбираем правильную дорогу идет с неба от благословения дух то что называется положительный а проклятие падает до наших врагов и посмотрите что происходит с нами последние годы несмотря на непровержимые доказательства того что все написано так что только тора защищает народ например в израиле сегодня громадная дискуссия хотят чтобы дети не учились вешивых а шли на фронт но это же и странный я не хочу оскорблять никого странные люди потому что мы еще когда аман был аман стало известно пришел аман уничтожил который желал уничтожить еврейский он пришел посылал что еврейские дети учат туру и понял что все пропало я вам расскажу короткую историю накануне шестидневной войны я уже когда-то рассказывал хочу еще раз повторить маша да я маша да ян маша да ян вызвал к себе министра обороны тогда вызвал к себе лидера якого религиозного мира якого каневского стамплер такой приближается тяжелая война говорит погибнут 30 тысяч человек вдумайтесь во все это я не зря это повторяю и мы просим вас поддержать призыв учащихся в армии и все будет хорошо а если они не хотят тогда ладно пущен похоронах участвовать убитых на что стамплер стал мы не будем этого делать наши люди продолжат учиться глаз единственный даяна начал наливаться крови он это почему вы не хотите помочь святому делу потому что спокойно стал равв мы не будем этого делать пошли все дети будут учиться то потерь таких не будет что война закончится в считанные дни наши потери будут минимальные жители израиля которые находятся в тылу вообще не пострадают не будет необходимости на похоронных бригадах все закончится полной победой израиля откуда такая уверенность я зрительно сказал да и потому что так написано в наших книгах пророков и потому что в это время дети будут учить тору сказал раф вот как рассуждали великие люди израиля и так и произошло в шести дневной войны это напомню что этот разговор был когда раввинат уже дал команду срубить апельсиновые рощи для то чтобы гробы делать уже все понимали нам бог нам заранее говорит что вы должны жить и выбирать вот эту дорогу и жить с радостью кстати это очень важная вещь жить с радостью иначе совсем не нужно для чего это мы же занимаемся смартфонами все сидят посреди весь мир сидит смартфона смартфон может указать нам дорогу к цели но он не может указать какой цели следует идти это решение всегда за нами и самое важное решение в жизни это к чему вы хотите прийти вот надо понять куда ты идешь если вы лишены понимания и предназначения жизнь это бесцельное шатание земли знаете куда идти то ни к чему не придете даже если бешеном темпе будете двигаться и все равно некоторые не считая естественно бегут 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 ни одного дня все три месяца планируют отпуск и ни одного дня чтобы спланировать жизнь подумать надо об этом если вы не послушаетесь меня сказано в этой недельной голове и так далее даже не хочу повторять это страшные вещи поэтому лучше послушаться брахав и отслыхав